Сегодня я расскажу из чего полностью состоит скейтборд и что самое главное за что в нем отвечает каждая деталь Давай для начала его разберем Итак, в первую очередь это конечно доска, она состоит из 7 слоев шпона В идеале это канадский клен Доски бывают разного размера, то есть разной ширины и длины Также у доски есть изгиб, он же конкейв, это вогнутость доски Бывает слабый, средний и сильный Более слабый подходит для обычного катания, а сильный для того чтобы делать трюки Его хорошо видно если перевернуть доску Сверху на деке наклеивается наждак, он нужен для сцепления кед с доской Существует мелкой, средней и крупной зернистости Чем крупнее, тем быстрее порвутся твои кеды, однако сцепление будет лучше Переходим к подвескам, они же траки Их делают из разных материалов, чем материал прочнее, тем подвеска будет тяжелее Например дешевые алюминиевые будут очень легкие, но быстро сломаются Подвески бывают разной ширины и высоты Состоят они из базы, это нижняя часть подвески В нее вставляется kingpin вот этот большой болт Он часто ломается если сделан из непрочного материала Также иногда он бывает несъемный, как например в моем случае А то есть его можно только выбить из базы, чтобы заменить Также у базы есть pivot cap или поворотная чаша Или проще говоря стакан И вот когда этот элемент изнашивается, протирается или же вообще ломается То подвеска будет болтаться А точнее будет болтаться вешалка, это верхняя часть подвески Именно благодаря ей скейт поворачивает Повороты амортизируют бушинги Они бывают разной жесткости, так например мягкие подходят для трюков, а жесткие для контроля на скорости Для того чтобы бушинги не промялись они лежат в шайбах Большая шайба устанавливается на базу на kingpin Ставим сам бушинг, вешалку вставляем в стакан и устанавливаем на базу Кладем верхний бушинг и закрываем его маленькой шайбой Все это дело затягивается гайкой Переходим к колесам Они бывают разных размеров, а то есть диаметра и ширины, а также жесткости Большие и мягкие колеса хорошо подходят для скорости и катания по разным неровностям А маленькие и жесткие для того чтобы делать трюки В каждое колесо вставляется два подшипника Подшипники состоят из пыльников, иногда их два, иногда один, иногда их вообще не ставят Нескольких шариков, внешнего кольца, сепаратор, кольцо которое держит шарики И внутренняя втулка После того как в колесо вставляется подшипник, закидывается спейсер или проще говоря распорка Она нужна для того чтобы правильно распределить нагрузку на подшипнике Когда колесо уже будет на подвеске И обеспечить более правильный ход колеса Вставляем второй подшипник и можно надевать колесо на ось Но, наверняка ты заметил две небольшие шайбы, поверь они совсем не лишние Потому что если ты поставишь сначала первую шайбу, потом колесо, а после вторую шайбу И закрутишь все это дело гайкой, то она не будет передавливать центральную втулку подшипника И колесо будет более свободно крутиться Рейзеры и кто их как только не называет Подкладка, проставка, прокладка Для чего они вообще нужны и нужны ли на скейте Вообще их задача немного поднять подвеску Чтобы колеса не цепляли доску в этих местах А также добавить немного амортизации Но скажу так, ставить их или нет, личное дело каждого На скейты для трюков их обычно не ставят И остались только болты, они бывают либо длинные, либо короткие А также делятся на те, что подходят для крестовой отвертки или для маленького шестигранника Надеюсь это видео было полезно для новичков Если так, то обязательно напиши об этом и поставь большой палец вверх А то я зачем все это разбирал-то И... увидимся на улице Субтитры сделал DimaTorzok